Первый раздел — реклама знания, которое будет описано в 9 главе. Кто может услышать, какого блага получит человек, слушая эту информацию. 4 по 10 стих, второй раздел — сама информация о Господе, само знание самое сокровенное. Третий раздел, начиная с 11 текста, описывает тех людей, которые это знание не принимают, и тех людей, которые это знание принимают, махатма и мудхи. И начиная с 15 до 25 текста, это проповедь Кришны тем, кто не принимает Его как Личность, а поклоняется Ему как-то по-другому, Он им проповедует и говорит, лучше мне, лучше мне поклоняйтесь. И начиная с 26 текста, прославляется прямое поклонение Господу, Ему как Личности, и как этот путь выглядит, к чему он приводит, кто этим может заниматься. Вот такая связь между этими разделами. Про зависть там, вот то, что выпало, да, я не знаю, вы знакомы с таким предметом, как беруши? Вот это беруша нарисована, которая выпала из уха. И идея в том, что зависть не дает знания услышать. И когда эту берушу оттуда убирают, то тогда это знание 9 главы входит. Вот остальные термины мы уже все там, да, махатмы и мудхи. Мудхи, значит, неразумные люди, махатмы — великие души. Связь еще раз. Первая — это реклама. Когда прорекламировали, пожалуйста, вот вам это знание. Потом описывают людей, которые это знание принимают, и людей, которые это знание не принимают. Потом объясняют, как ему поклоняются те, кто его как Личность не принимает. И Кришна в этом разделе им проповедует, лучше мне предавайтесь. И в конце он описывает, как здорово предаваться Кришне, как много это дает, и что любой это может делать. Там такие мощные стихи для нас, потому что так вот может сложиться впечатление после всех этих объяснений йогов. Ну, у нас шансов нет, пока там дойдешь. Но в 9 главе Кришна говорит, да вы с самого начала можете так делать. Даже если вы родились среди пингвинов, вы можете этим заниматься. Прям такой стих есть. Да, я вам покажу. Там написано, те, кто родился в низших семьях. Ну, это же про пингвинов как раз.